МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В такой студии. Конечно, очень печально то, что подобная ситуация, когда люди остаются без дома своего, доводит их в буквальном смысле до самоубийства, то, что мы видели в предыдущем сюжете. Давайте перейдем к жилому комплексу «Молодежный». Опять же, красивое название, недобросовестный застройщик. Просто как сговорились, такое «Молодежный». Что же случилось в «Молодежном»? Еще в далеком 2002 году мы решили приобрести квартиру для своего сына Ковалева Дениса Станиславовича в молодежном жилищно-строительном товаристве «Дом». Дом Дим по-украински. В лице голова правления Киктенко Олег Михайлович. Его офис находился в то время на Некрасово-10. Мой сын пришел туда. Сначала было ему предложено написать заявление о приеме его в члены этого товариства. Так как это молодежное строительство, и оно строился дом по программе президента о жилищном строительстве. Так нам было сказано. Что это есть закон Украины о строительстве жилья для молодежи. По этому поводу есть решение сессии из полкома городского совета. Люди только до 18 лет могли воспользоваться этим правом. Вернее, с 18 до 27 лет на тот момент. Потом, впоследствии, этот срок был, возрастной ценз, продлен до 32 лет. Вот этот договор, утвержденный УКСом горсовета, печать УКСа. У меня есть оригинал этого договора. Мы проплатили 70% стоимости квартиры. Это сколько? Значит, вся стоимость квартиры была на тот момент около 12 тысяч долларов. Но это были немалые деньги на тот момент. Это была, в общем-то, почти рыночная стоимость. 220 долларов за квадратный метр на тот момент. Который это год? 2002 год. Да, 2002 год. Ну, даже такой суммы у нас не было на руках. Естественно, мы тоже были вынуждены продать свое предыдущее жилье. Вот в этом договоре указано это жилье. Адрес проспект Маршала Жукова, квартира 47, дом 14, корпус Г. Паспортные данные моего сына здесь указаны. А также замовных, забудовных, Некрасова 10, лице Киктенко Олега Михайловича. Когда мы пришли на место этого строительства, там был только котлова. Только котлова. Мы вложили деньги, фактически рискованно это было. Дом строился, строился, строился. Когда он был практически уже до 9 этажа построен, Киктенко заменил замки в этой квартире. И все. И сказал, гуляйте. Потом стал угрожать физической расправой, точно так же. Мне и моей семье. Сказал, переломаю всем кости, взорву, уничтожу. Я крутой. Я такой-сякой. Я с соответствующим заявлением сразу же обратилась в милицию, в органы СБУ. Но, как говорится, никаких подвижек после этого не было. Единственное, что мне помогла милиция, это то, они мне дали слово, что он вам больше угрожать не будет. Что, собственно говоря, и он мне больше не угрожает. Зато он угрожает всем остальным членам и жителям этого товариства. А не обращались в правоохранительные органы, писали заявления? Конечно, писала. У меня килограммы, тонны бумаги уже. Но я не знала, что Киктенко это как бы ставленник прокуратуры. У нас рассадник коррупции в городе, это городская прокуратура. И фактически она его крышует по сегодняшний день. Именно Киктенко крышует органы прокуратуры. Все материалы находятся в городской прокуратуре. Им присвоен номер такой некий, 51 паре 05 проверка. Нейков, такой первый зам прокурора города, он даже не стесняется отвечать, что книга учета о злочинах и преступлениях до принятия нового уголовно-процессуального кодекса КУП называлась, книга учета преступлений и правонарушений, находится у них в прокуратуре, а не в милиции. Он даже пишет об этом. Мы вносим и там же закапываем все это дело. В этих материалах находится на весь этот дом. А, адрес я не сказала. Значит, наш адрес 59D, улица Академика Вильямса, 59D, квартира 129. Это уже адрес присвоенный после сдачи дома в эксплуатацию. Строительные номера были другие. Строительный номер был 40, квартира 50, по-моему, в данном случае. Но на тот момент, как выяснилось, в этом жилмассиве Де Южный все дома были с номером строительным 40. Все, которые бы не стоили, все имели 40-й номер. Поэтому это такой некий локотрон, пирамида такая, скажем. Приходит следующий инвестор, он деньги забирает, выгоняет, берет нового и опять выгоняет. Но самое интересное, да, что именно, как я вижу, я обратилась в органы прокуратуры. Такого хамского отношения, как в прокуратуре, не было нигде. Вот милиция мне помогла реально, что он мне и перестал угрожать физической расправой. А прокуроры продолжают по сегодняшний день угрожать мне. Скажите, пожалуйста, если апеллировать мне к правоохранительным органам, к какой-то... Понятно, что у недобросовестного застройщика явно совести нет. Нет, но если вот рассказать о вашей ситуации эмоциональном плане за 12 лет, что произошло в вашей жизни? Ну, просто чтобы показать всю суть и всю драму вообще этой ситуации. Когда мы видим проблему недостроя, мы всегда видим коробку, что эта беда касается кого-то другого. Вот если вот на вашем примере, вы эффектная женщина, 12 лет... Дело в том, что во всех предыдущих случаях как бы то недостроенный дом, то в бегах застройщик, то не хватает денег даже при наличии решения суда, то еще чего-то. В данной ситуации стоит дом, введенный в эксплуатацию. И на сегодня мы можем подъехать, снять этот дом, подойти к моей квартире. В этой квартире установлена дверь, на которой у меня есть все документы, на эту дверь есть. Товарный чек. Именно эта дверь там установлена. Вот бронированная дверь от фирмы «Витязь». Она и сейчас там вот стоит, эта дверь. Никто... Дом сдан. И имеется подложное право собственности на квартиру, на подставное лицо. На имя некой Марковой Виктории Григорьевны. То есть несколько перепродаж было, да? И вытес из беды. Я не знаю. Правоохранительные органы этим не хотят заниматься. Вот я 10 лет этим занимаюсь. То есть вот право собственности на квартиру номер 129, выданное полностью по подложным документам, подложный инвестиционный договор, задним числом, подложный акт приема передачи квартиры, подложный техпаспорт. Техпаспорт вообще с исправлениями в БТИ. В БТИ вся информация по 129-й квартире отсутствует. До сегодняшнего дня. Поэтому, как выглядит Маркова вообще, очную ставку мне с ней правоохранительные органы не делают этого. Более того, прокуроры, я была в СБУ у первого заместителя, он говорит, кто такая Маркова? Первый вопрос, кто такая Маркова? Я говорю, может быть, это вы будете этим заниматься, кто такая Маркова? И откуда у нее на мою квартиру право собственности по подложным документам? Кто такой Киктенко? Он не прокурор? Нет. Кто такой Киктенко? Даже личность Киктенко на сегодня не установлена. Господин Киктенко имеет несколько паспортов и в деле в моем по материалам проверки и у него нет вообще ксерокопии его паспорта. Это ЗИЦ-председателем ЖСТ-дом. Как я уже говорила, в материалах проверки прокурорской, городской, находится свидетельство на право собственности на весь дом 59-д. И техпаспорт на весь дом. Все жильцы являются заложниками и рабами у этого господина Киктенко. И все документы, которые они имеют, это фиктивные документы, так как только право собственности выдано на МЖСТ-дом, подписанное Сушкиным, бывшим заместителем городского головы Баделана. Поэтому все, что выдавал Киктенко этим людям, это подделка документов. Он выдавал их то на синенькое, то на красное. Как видите, это копия. У меня прокурор области, приз, спрашивает, а где оригинал правособственности? Он у меня спрашивает. Я вам его предоставлю и покажу в следующем эфире. После эфира правоохранительные органы более пристально займутся этой ситуацией. А с юридической точки зрения, я думаю, что в принципе, Елена Александровна все методы попробовала. Но что... Нет, не все. Я по новому уголовно-процессуальному кодексу уже обратилась. В Генеральную прокуратуру. Нет, я обратилась в отделение милиции. И я вам хотела бы показать сейчас вытяг из ЕРДР. У нас вступил, если вы, зрители, не знают, то у нас в Украине вступил новый уголовно-процессуальный кодекс законной силы 20 ноября 2012 года. Но в Одессе он не действует. Я знаю, что у нас какой-то звонок, и сама ваша ситуация. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Сейчас я смотрю вашу передачу о Долгостроя. И нет возмущения границ. Олег Михайлович Кихтенко, это действующий депутат сейчас, настоящий Врема. Мы за него голосовали. Это поселок Котовского. Мне стыдно, что за этого идиота, собственно, я голосовала. Он так разрывался, такой он хороший, такой хорош, так стелился, другой не скажет. Единственное, был задан вопрос, а чего вы живете там, а в нашем районе? Меня попросили, чтобы я выкинул ваш район. Только избрали этот 2010 год, 26 октября. Ни разу не было с ним встречи. Но где-то его здесь приемная есть, на поселке Котовского. Кримская, 84. Мы за него голосовали. Было это в 15-й школе номер, ну, на поселке Кота. Так что он есть в наличии. К сожалению, я хочу вам сказать, что даже не только он есть в наличии. Есть любой недобросовестный застройщик. И на самом деле у нас уже нервный смех, потому что действительно тех людей, которые по-другому как не скажешь, что мошенническим образом поступили по отношению к тысячам людей, только в Одесской области 155 незавершенных объектов строительства, из них 77 заморожены. В принципе, довольно-таки можно встретить в центре города, в красивой белой рубашке, в ресторанах, со всякими изысками, красивыми дамами рядом. И нам вот, например, сегодня один из депутатов говорит, а почему вы не поедете со съемочной группой и вот снимете его машину или как он ест? А что это даст? Снять его машину или то, как он ест? Есть вопиющие факты, то, что эти люди продолжают игнорировать всякую свою персональную ответственность и их не притягивают к какой-то правоохранительной. Самое обидное в этой позиции то, что вот грамотно излагаются определенные этапы. То есть вы боролись по той действующей системе, по тому действующему законодательству. Изменилась. В стране произошла революция, произошла переоценка ценностей. Мы как бы по логике вещи сами должны были измениться. Мы должны с учетом нового веяния европейской тенденции отрабатывать как бы и система правоохранительных органов должна была услышать и услышать и выполнить то, за что, собственно, они получают деньги. У нас еще один звонок, я так понимаю, резонансная тема. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Ну, Кихтенко, все знают, это депутат городского совета, и стройка у него не одна, и очень хорошо отводят ему землю в горсовете под новые стройки. Поэтому поинтересуйтесь и будете удивлены, какие у нас добрые депутаты в городском совете сидят и честные. Оставьте ваши координаты нашему, принимающему ваши звонки, и мы обязательно приедем к вам, снимем сюжет, потому что 7 канал – самый общественный канал, вы в этом убедились, и эта проблема нам очень близка, и мы ее рассматриваем со всех ракурсов. Проводим марафоны. Следующий, хочу обрадовать наших зрителей, что следующий марафон будет посвящен банкам и их аферам. Мы вас не оставим. А резюмировать, Федор, может быть, подскажете еще какой-то совет? Я еще не рассказала, что по новому уголовно-процессуальному кодексу я обратилась с заявлением в милицию, и по моему заявлению 29 мая 2013 года было открыто криминальное проваджение, уголовное производство. Вот у меня его вытяг, пожалуйста, вытяг из уголовного производства. Прокуроры Киевского района проверили достоверность сведений, внесенных в единый реестр досудебных расследований, а также фабулу. Но поведомление про педозу до сих пор Киктенко не предъявлено, так как его личность до сих пор не установлена. Опять же, я говорю, паспортных данных его никто не знает. Как пишется правильно его фамилия, тоже никто не знает. То ли он Киктенко, то ли он Киктенко, то ли он неврачный сын бывшего командующего внутренними войсками генерала армии Киктенко. Мы продолжим следить за этой ситуацией. Наш блог завершен. Вы сейчас можете лицезреть наш сюжет. Жилищно-строительного товарищества «Промень». Мой коллега Александр Полуев побывал там, где дом строится 26 лет.